Капец! Мозул горячий просто! Сейчас давай за 500 тенге договоримся нормально. И 500 давай нормально. За последние 7 дней медведи врывались сюда 3 раза. Вот такие вот шишки на голову падают. Так а упадет, пришибет. Проезжаем к китайский перевалу. Это пустыня. Сейчас только 9 утра. Уже 34 градуса. Как приятно наехать по такой трассе. Смотри, с левой стороны розы какие-то цветут. С правой стороны сады. Welcome to Bakersfield. Это город в центре Калифорнии. Посреди степей вот такие вот сады. Тут людей сколько едем вообще нету. Все автоматизировано. В общем, ребят, мы не удержались. Мы едем мимо всех этих деревьев к саду и не понимаем, что это за деревья. И мы все-таки решили остановиться и посмотреть, что это за деревья. Удовлетворить свое любопытство. Так, ну что это такое? Я говорила, это что-то, да, это цитрусовые какие-то. Потому что я издалека видела что-то оранжевенькое. Но здесь они еще зеленые, а местами встречаются уже с белыми. Вот они, они, малыши. Не знаю, это частная территория. Сейчас какой-нибудь фермер с ружьем приедет сюда. Вот здесь на машинах прям ездит. Здесь люди пешком вообще не ходят. И вот сразу между большими деревьями уже молодняк растет. Вот, вот такой вот полив идет, если видно. Ну вот, смотри, здесь, Ренат, это походу мандарины все-таки растут. Мандарины, да? Да, вот он, этот сухой оранжевый. Вот огромные, огромные плантации просто с этими деревьями. Помимо садов нам встречаются еще и такие вот поля с солнечными батареями. То есть здесь солнечные батареи, здесь виноград. Здесь в США очень любят кемпинг, такой вид отдыха. Ты не можешь, да, приехать куда-то там, поставить свой мангал, скажем так, и начать там отдыхать. Здесь нужно ехать именно в специально организованные места для этого. Все, приехали, надо платить за въезд. Сейчас давай за 500 тенге договоримся нормально. И 500 давай нормально. Автомобили 35, за человека 20, мотоцикл 30. Ну давай, что так долго, очень задерживают сильно. А, ну понятно, получается, два человека было бы 40, а так мы за машину 35 отдали. Вот вам дали брошюрки такие. Здесь карта с тропами. Здесь очень классная. Карта большая. Олени здесь водятся, мишки. Мишки пьяные водятся. Надеюсь, мишек мы не встретим. 39 градусов сейчас. На первых. Я что-то уже не очень рада, что мы сюда приехали. Я серьезно говорю, потому что здесь как бы серьезные предупреждения касательно медведей. Пишут о том, что в машине нельзя оставлять еду, потому что они могут легко разбить стекло и агрессивно себя вести. Здесь ходятся змеи, здесь клещи. И, в общем, я решила, что я, наверное, дальше парковки и никуда не пойду. Мы еще не доехали до секвойя парка, но вот по дороге остановились, надо посмотреть по площадке, куда открывается очень классный вид. Здесь наборы на скалы. Светофор в горах. На солнечных батареях работают. Здесь какие-то работы. Видимо, склон опалился. Вот второй светофор. И вот, получается, встречная полоса ждет, пока мы все проедем. Табличка «Въезд в гигантский лес». Слушай, ну так резко разменилась природа. Да. Вау. Здесь вот работники встречаются. Интересно, как они не боятся? Те же мишки ходят. Здесь вот парковка только для инвалидов, чтобы им было недалеко идти. Для остальных же парковка в полумилях отсюда. В жилеточках, работники, таблички, все указатели, специальные парковки. Парковки. Санавливают в тысячу метрах. Уже как окна медала. Здесь вот кемпинг. Но вот этот кемпинг, он тоже здесь платный. Помимо того, что они заезжают сюда, они платят, они еще и за вот эту ночевку здесь платят. Наконец-то нашли парковку. Мы проехали место, где самое большое дерево. Дерево Шермана. Но мы решили здесь остаться, перекусить, отдохнуть немножечко. Мы ехали вместо двух с половиной часов, пять. Я отбил конечную точку начала парка. Мы до туда часа за три, наверное, доехали вместо двух с половиной. И по парку мы уже ехали часа полтора. Природный центр, но он почему-то закрыт. Шишечка. Шишечка. Шишечка размером с... С остроусиной. Вот такие здесь рейнджи. Автобус туристический. Вот мы здесь и вот она, тропинка идет. Дерево Шермана. Слушайте, ну блин, это дерево очень далеко. Мы далеко уехали. Тут все очень продумано. Можно приехать на большую парковку. Потом сесть на вот такой вот автобус. И он довезет тебя до самого большого дерева и обратно, бесплатно. Ну все, мы пришли на остановку, ждем автобус, который довезет нас до дерева. Перекусили. Я не получила никакого удовольствия от еды, потому что я нервно озиралась по сторонам. Прислушивалась к звукам, чтобы, не дай бог, там медведь не подошел к нам. Все, поехали. В кондиционер работаем. Нашел такое ощущение, что в этом автобусе сзади нелегалов везут. Да, у нас здесь одна дорога. Зачем смотреть карты? Потеряемся, можно потом посмотреть. Ну все цивильно, да, вот все подорожено, лавочки. Бурундук. Уже подходим к дереву. О, я уже вижу его отсюда. По количеству кубических метров древесина это дерево самое большое получается, но оно не самое высокое. Названо в честь генерала Шермана. Этот генерал был известен в годы гражданской войны в Америке, когда север с югом воевали. Кстати, его имя упоминается в фильме «Унесенные ветром». Это кто там такая маленькая? Это кто тут такой большой? Это еще не генерал. Это еще не генерал, пошли генерал. Посмотри, какой возраст у него. О-оу. На минуточку. Этому дереву 2200 лет. Менее чем два года. Вот он, росточек. 25-100 лет. Вот, пожалуйста. Вес этого дерева 1385 тонн. Тебе, что он любит? Да. Такие вот шишки на голову падают. Такого падет, пришибет. Надо больше твоей головы. Надо в каске ходить. Ну, как бы, вот так вот. ну все мы вернулись на остановку сейчас ждем автобус чтобы доехать обратно до машины и потом будем выезжать из парка искать где нам сегодня заночевать забыли сказать какие высокие здесь горы самая высокая гора почти 4500 метров на въезде на эту парковку было написано что за последние 7 дней медведи врывались два три раза спустились сиквое парка направляемся в сторону напы сейчас здесь видно нет 42 градуса по цельсию температуры капец воздух горячий просто ужас вообще то есть не капельки прохлады как вот когда типа ветерок вообще такого нет вот воду просто горячий я считаю что жаркости не ломит я я всегда так и говорил это мой димит по жизни жаркости не ломит джан-францесский браузер а шестнадцать 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 пошел это почти в три раза в воде чем здесь а по расстоянию четыре часа всего разница туда ехать четыре часа и шестнадцать и и Субтитры создавал DimaTorzok